В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Саров-2 подвига писатель и журналист Сергей Шаргунов представил книгу о нашем городе. Эпидсезон не за горами. Клиническая больница номер 50 начала прививочную кампанию от гриппа. Солнечная регата. Воспитанники Армира приняли участие в волжском этапе всероссийских соревнований. Далее расскажем обо всем подробно. Мужчины будут получать мат-капитал. Поправки в законе о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, заработают уже в следующем году. Дополнительные меры господдержки сейчас предоставляют в приоритетном порядке женщинам. Мужчины получают право на поддержку, если только женщина этого права лишается. Если же, например, ребенок рожден суррогатной матерью и родитель для него только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить материнский капитал нельзя. По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал. С учетом этой позиции Минтруд России разработал изменение законодательства, которое позволит семьям, где мужчина и единственный родитель второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал, пояснили известием в пресс-службе Министерства. Средства на эти выплаты будут заложены в бюджете на следующий год. С 17 по 19 сентября в России пройдет всеобщее голосование. Одновременно с выборами в Государственную Думу состоятся выборы глав субъектов РФ и 39 региональных парламентов, в том числе в законодательное собрание Нижегородской области. Проголосовать можно как очно, так и дистанционно. 13 сентября – последний день, когда через госуслуги можно подать заявление для голосования онлайн. Если статус участника электронного голосования подтвержден с 8.00.17 сентября до 20.00.19 сентября, нужно перейти на портал deck-выборы.gov.ru. Голосовать онлайн можно из любой точки мира, даже с телефона. Для тех, кто голосует традиционно оффлайн, избирательные участки откроются в 8 утра 17 сентября. Отдать свой голос можно будет до 20.00.19 сентября. ЕГЭ в школах пройдут в допандемийном формате, если не будет очередных волн ковида, заявил ТАСС глава Рособранадзора Анзор Музаев. Оставят ли экзамены только для поступающих в ВУЗ, пока неизвестно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык – закалка здоровья. Уроки плавания войдут в образовательную программу в следующем году. Для этого президент Владимир Путин поручил построить модульные бассейны по принципу новых ковидных госпиталей. Финансировать программу по обучению детей плавания будут из федерального и регионального бюджетов. Новую систему оплаты труда педагогов ведут в пяти российских регионах, в том числе в Нижегородской области и Республике Мордовия. Эксперимент затронет дошкольные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации доп. образования. Исключением станут педагоги из числа профессорско-преподавательского состава. Выбранные регионы будут устанавливать оплату труда педагогов, исходя из квалификационного уровня и выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента не могут стать ниже окладов и выплат, которые учителей были ранее. Пилотный проект рассчитан на один год и предварительно начнется с мая 2022 года. Пасмурно, дождливо и холодно будет в Нижегородской области на этой неделе. Во вторник небо затянет тучами, пройдет небольшой дождь. Столбики термометров упадут до плюс 13 градусов ночью и плюс 16 днем. К среде похолодает до плюс 7 градусов ночью, около 10 градусов днем также ожидаются дожди. К выходным станет еще холоднее. По прогнозам синоптиков, к воскресенью температура опустится до плюс 7 днем и плюс 2 ночью. В Сарове стартовала прививочная кампания против гриппа. Какими вакцинами прививают детей и взрослых, кому нужно делать прививку и какие есть противопоказания. Как совместить эту прививку с прививкой против коронавируса. Об этом нашей съемочной группе рассказали в клинической больнице номер 50. Наступил благоприятный предэпидемический период. С сентября по декабрь циркуляция вируса гриппа минимальна. В городе стартовала прививочная кампания против гриппа. В учреждение поступило два вида вакцины отечественного производства. Ультрикс-Квадри в количестве 1190 доз и Сови-Грипп 11910 доз. Вакцина Ультрикс-Квадри, она не содержит консерванта. И предназначена для детей с 6 месяцев и взрослых до 60 лет. Вакцина Сови-Грипп, она трехкомпонентная. Она содержит консервант. Сови-Грипп предназначен для вакцинации взрослых с 18 лет. На момент прививки человек должен быть здоров. Если у него хроническое заболевание, то вакцинация разрешена только в стадии ремиссии. Побочных реакций, как правило, не бывает. В редких случаях первые дни после прививки могут появиться головная боль, мышечные боли, легкие катаральные явления. Противопоказанием являются сильные аллергические реакции на предшествующие компоненты вакцины против гриппа. То есть на ту вакцину, которую человек получал в предыдущие годы и давал очень сильные аллергические реакции. Высокая температура до 40 градусов на введенную вакцину против гриппа также является противопоказанием. Вакцина также противопоказана тем, у кого аллергия на куриный белок и его компоненты. Беременные женщины могут прививаться вакциной Ультрекс-Квадри во втором триместре беременности по согласованию с врачом-акушером-гинекологом. Сейчас в городе идёт две прививочные кампании – от гриппа и от коронавируса. Можно делать обе вакцины, но важно соблюсти интервал между ними. Если человек желает вакцинироваться в первую очередь против COVID-19, то нужно помнить, что все вакцины, кроме «Спутник Лайт», у нас двухкомпонентные. Интервал между первой дозой введения и второй дозой введения – 21 день. После введения пациенту второй дозой интервал для вакцинации гриппа должен быть один месяц. Записаться на вакцинацию можно через портал пациента, обратившись непосредственно в прививочные кабинеты поликлиник, либо позвонив в колл-центр по номеру 95511. Прививают и в крупных торговых центрах города, куда с 9 сентября выезжают мобильные бригады. Саров «Два подвига» – писатель, журналист и депутат Сергей Шаргунов презентовал свою новую книгу о нашем городе. Творческая встреча с автором прошла в библиотеке имени Маяковского. Сергей Шаргунов – российский писатель, лауреат множества премий, журналист, телеведущий и общественно-политический деятель. Он известен авторскими передачами «Открытая книга» и «12», а также книгами о жизни людей, оказавшихся в центре значимых исторических событий. На этот раз героем Шаргунова стал не человек, а целый город – Саров. Для меня это было интереснейшее расследование. Просто было по-человечески крайне любопытно погрузиться в ту обилие информации, которая дарит Саровская история. История, которая продолжается. «Саров – два подвига» о том, как в истории города соединились две противоположные на первой взгляд сферы – православная и научная. Работая над книгой, Сергей Александрович много времени провел в Сарове. Изучал архивы, встречался с выдающимися работниками ядерного центра. Открывали для меня определенные архивы и определенную эксклюзивную информацию мне передавали. Необыкновенно. Столько архивов, столько свидетельств. И повезло, посчастливилось общаться с Юрием Алексеевичем Трутневым. Можно сказать, что это книга его памяти. На страницах книги оживают многие великие люди. Харитон, Курчатов, Сахаров, Фернанский, Зернов. Но здесь нет места сухим фактам из биографии. Автор постарался показать ученых с другой стороны. Рассказать об их увлечении музыкой и искусством, которые вдохновляли деятелей науки на новые идеи. Я надеюсь, что в этой книге будут определенные открытия для тех людей, которые, даже живя в Сарове и многое о нем зная, не были в курсе всего того, о чем я постарался рассказать. По словам писателя, не вся информация уместилась в формате одной книги. Поэтому сейчас Сергей Шаргунов готовит выпуск о Сарове в рамках передачи «12». А в будущем писатель планирует снять сериал, чтобы показать все интересные исторические события или написать повесть о нашем уникальном городе. Трехлетний ребенок погиб под колесами автомобиля в Ворсме. Вечером 11 сентября малыш вместе с родителями переходил дорогу в неположенном месте. В Сарове на минувшей неделе также пострадал ребенок-пешеход. К счастью, девочка осталась жива. Подробности далее. Десятилетняя школьница попала в ДТП на перекрестке Карла Маркса и проспекта Ленина. Водитель за рулем Hyundai ехал по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В это время девочка решила перейти дорогу и натолкнулась на движущуюся машину. В результате ДТП она получила телесные повреждения, различные ушибы, стрясения и перелом ключицы. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение. Девочка уверяла, что переходила на зеленый свет. Мы изъяли две видеозаписи, которые нам прямо говорят, что девочка выбежала на запрещающий сигнал светофора, а водитель двигался на зеленый разрешающий ход и на начало мигающего режима. В этот же день произошло еще одно ДТП. 25-летнюю девушку сбили на нерегулируемом пешеходном переходе на Зерново около парка. С ушибами ее увезли в травматологическое отделение. Третья авария с пешеходом произошла в пятницу также на улице Зернова между домами 16 и 18. Водитель 65-го года рождения, управляя машиной «Ховер», совершил наезд на пешехода 98-го года рождения, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофор красный, как и в первом случае. В результате ДТП пешеход получил телесное повреждение в виде ушибов и небольшого перелома. Госпитализация не потребовалась. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его привлекали за нарушение правил дорожного движения. Также сотрудники ГИБДД провели операцию «Бахус», остановили трех пьяных водителей. Еще трех поймали во время других рейдов. Практически каждую неделю в сводках полиции фигурируют случаи мошенничества. Злоумышленники на смену старым известным схемам изобретают новые, все более изощренные. Как распознать мошенников и защититься от них, расскажем далее. Махинации с банковскими счетами, поддельными интернет-магазинами и сайтами – самые распространенные схемы обмана. В случае мошенничества участились в Сарове, сообщают сотрудники правопорядка. Обычно злоумышленники звонят с номера, который начинается на 495 или 499. Если человек на другом конце провода представился сотрудником банка и попросил у вас какую-либо личную информацию, не продолжайте с ним разговор. Сразу надложить трубку не продолжать общение с этим человеком, потому что 99% – это мошенники. То есть работники банковских организаций редко когда звонят. И в том числе, согласно их правилам, они не могут у граждан такую информацию получить, потому что вся информация у них находится и так. Также мошенники часто представляются сотрудниками полиции и говорят человеку о том, что кто-то из его родственников попал в беду, и ему срочно нужны деньги. В таком случае сами перезвоните своему близкому или его коллегам и друзьям. Жертвой мошенников может стать каждый, поэтому всегда нужно соблюдать бдительность. Мошенники – они тоже хорошие психологи, и у них так называемый метод социальной инженерии используют. Вот. Соответственно, если в настоящий момент уже граждане не попадаются на определенный вид развода, так называемый, они его модифицируют немножко. Если вас насторожили какой-либо звонок или просьба неизвестного человека, сразу же обращайтесь к сотрудникам полиции. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Нижнем Новгороде состоялся волжский этап всероссийских инженерных соревнований «Солнечная регата», в котором приняли участие команды школьников и студентов со всей России. Саров представили воспитанники Молодежного общественного объединения «Армир». Подробности далее. Семь лет в России проводятся всероссийские инженерные соревнования «Солнечная регата». Это уникальный проект, который помогает развитию возобновляемых источников энергии и позволяет школьникам работать с новыми безопасными для природы технологиями. Воспитанники клуба «Армир» впервые приняли участие в этих соревнованиях. Это совершенно новая для нас вещь. То есть такой лодкой никто у нас никогда не управлял. Ну, все впервые. Ну, в целом положительно, потому что это ощущение того, что ты управляешь этим самым техническим средством на воде, когда там в лицо брызги, ветер, и, в общем-то, у тебя скорость не самая плохая для воды. Это, да, в общем-то, сильно впечатлило. Регата состояла из трех этапов. Спринт на дистанции один километр, слалом на той же дистанции и стаирская гонка на максимальное пройденное расстояние за три часа. На первом этапе у саровчан возникли трудности. У лодки заклинил руль. На первой гонке у нас на старте заклинил руль, но, к сожалению, мы эту гонку не прошли. Значит, вторая гонка на маневренность, в принципе, очень даже неплохо, без касаний буйков, но по времени, к сожалению, в первую пятерку не вошли. Ну и, наконец, в гонке на выносливость наша лодка прошла дистанцию полностью. Сложнее всего было собрать лодку. Каждой команде участников прислали большой тяжелый ящик с готовыми элементами конструкции и минимальной инструкцией. Детали под нужный размер ребятам пришлось подгонять самостоятельно. Детали, которые шли в комплекте, не подходили, их приходилось дорабатывать. Также надо было скреплять все детали, чтобы они подходили правильно и при этом не отваливались в процессе. И самое главное, чтобы все было ровненько и хорошо закреплено. По итогам всех этапов саровчане заняли третье место. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, ВИЗБУК и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!